Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Чебыкина, я руководитель медиа-агентства Контент Король и школы интервью Бу-Бу-Бу. И самое главное, резидент бизнес-центра президент, то есть ваша соседка. Кроме того, я ведущая нашего официального YouTube-канала President's Life. И сегодня вашему вниманию, как мы и обещали в прошлом выпуске, фрагменты секретной встречи с Радиславом Гондопасом, которая проходила на площадке президента. Что за встреча? Это была встреча этого выдающегося спикера, очень классного оратора и просто харизматичного, приятного человека с выпускниками моей школы интервью. Встреча была трехчасовая, всю мы ее показать не можем, но мы выбрали для вас самое главное, выжимку, ту часть встречи, которая была посвящена выходу новой книги Радислава «Полная же. Жизнь как бизнес-проект». На самом деле, по-другому, это книга про счастье, про баланс всех вот этих дорогих нашему сердцу категорий, любви и дружбы, работы и хобби, благосостояние и здоровье. Как все эти показатели, этой сложно сочиненной системы привести в гармонию, рассказывает Радислав. Эта 15-минутная серия будет очень полезна каждому нашему зрителю, я в этом убеждена. Приятного просмотра и смотрите выпуск до конца обязательно. В конце расскажу, как каждый из вас может выиграть эту книгу. Рисуем букву «Ж» в самом простом ее исполнении и принимаем правила игры, по которым каждая из этих… это оси координат. Значение чего? Значение вашей удовлетворенности этим аспектам жизни. Человек может иметь 4 килограмма лишнего веса и капец очень сильно неудовлетворен этим, страдает, мучается и парится этим. Человек может иметь 28 килограммов лишнего веса и прекрасно себя чувствовать, смотреть на себя с абсолютным удовольствием. Соотношение спроса и предложения, соотношение вашего запроса на этот ресурс и удовлетворенность этим запросам. Естественно, этот показатель плавает. И плавает он не в цикле месячном, годовом, недельном. Он плавает в цикле часовом. Но может такое быть, что вы приходите домой, и вы любите, и вас любят, и все хорошо, а через полчаса из-за пустяка поцапались. И вот у вас показатель удовлетворенности вашими отношениями упал до 2 баллов. И более того, вы всерьез осматриваете вариант не развестись ли. Поэтому это динамическое равновесие, которое на самом деле в постоянном движении. Какие показатели там есть? Любовь и дружба, вертикальная ось. Причем мы понимаем широко, что любовь под любовью не только эротические наши отношения, и не только, собственно, любовные, но это отношения с теми близкими людьми, по отношению к которым мы можем говорить «люблю», без оговорок. Дети, родители, жены, мужья или люди, временно исполняющие их обязанности. Ось диагональная благосостояние здоровья. Благосостояние под ним мы понимаем не просто количество денег на счетах, а способность удовлетворять растущие материальные потребности, исключительно материальные. Уровень здоровья мы рассматриваем не только диагнозами, но и в целом удовлетворенность тем вместилищем души, которое перемещает вас в пространстве, его эстетическими характеристиками, его тонусом, его послушностью. Как вы, тело удовлетворено, не удовлетворено? И, наконец, диагноз, другая – работа и хобби. Деятельность, которая приносит доход, так или иначе, неважно степень вашей вовлеченности и так далее. Но кто-то говорит, что моя работа – мое хобби. Нет, братцы. Работа – то, где ты отвечаешь за результат, то, за чем ты переживаешь, то, за что ты несешь ответственность. А хобби – это то, где ты разгружаешь нервную систему и так далее. В этой матрице все не случайно. Не случайно расположение этих потребностей человека на оси в антагонизме, поскольку любовь и дружба пребывают в некотором антагонизме. За личность идет конкурентная борьба между друзьями и возлюбленными. Некоторая, потому что нельзя быть одновременно в двух местах. Богосостояние здоровья находится в противоречии, поскольку в погоне за богосостоянием здоровье подрывается активнее всего. То же самое, если здоровье подкачало, первое, что вы теряете деньги. Работа – хобби тоже в противоречии. Есть человек – трудоголик, первое, что он теряет хобби. Ну и также верно, что человек, у которого увлечен каким-то хобби, прыгает с парашютом, маниакально, то ему парашют, парашют, он становится не очень хорошим работником, потому что не может сфокусироваться на задачах. Вот это совмещение, приведение к балансу всех этих параметров – это задача, которая приводит нас к ощущению счастья, которое по одному из определений и есть гармония, баланс между ключевыми показателями жизни. Чтобы быть успешным, нужно быть в дисбалансе. Нужно быть несчастливым. Художник должен быть гонодным, успешный предприниматель должен быть неудовлетворен своим положением. То есть нестабильность жизни – это лейтмотив движения к успеху. Стабильность – лейтмотив счастья. Совместить их невозможно. Но, к счастью, жизнь человека гораздо более сложное явление, чем жизнь автомобиля, например. И поэтому можно предложить ступенчатый принцип построения жизни. Ты какой-то этап посвящаешь движению к успеху, жертвуешь хобби, дружбой, любовью, рубишься и так далее. Достигнув того предела, который ты сам себе поставил, или не достигнув его, но исчерпав время и энергию, успокаиваешься, приводишь все в баланс, в порядок, наслаждаешься этим. И когда человек к успеху проломил, он успеха достиг, он начинает думать о новом витке успеха. А ему нужно думать о новом витке счастья. Ему нужно зафиксироваться на этой точке успеха и поработать сейчас над предпринимательством системы баланса. Система в баланс пришла, и опираясь на то, что у тебя в целом все благополучно по жизни, подправил здоровье, подружил с друзьями, полюбил любимых, потусовался с детьми, стало толшна. Хочется чего-нибудь экстремального. Все, закусил у дела, завязал нужные узлы, перекрыл нужные клапаны, рванул к успеху. Причем цикл этого движения у всех разный. Кто-то готов на 2-3 года зарубиться, вот такую историю, потом 2-3 года зализывать. Это как гироскутер. Легче всего выровнять его, когда отклонение минимальное. Когда человек качнул уже сильно, он, как правило, падает. Видно огромное количество людей, которые в жизни вот так валятся. Они теряют этот баланс, и потом им выправить очень сложно, а иногда даже невозможно. То есть вот этот баланс иногда настолько нарушен, что нужно все бросить и только этим заниматься. Задача человека, балансируя, не допускать этих отклонений, критических отклонений. Кто-то спросил у Бога, когда умер. Он вроде бы попал на страшный суд, и Бог говорит, ты жил жизнью праведника, и поэтому тебе, ты можешь задать какой-нибудь вопрос, который тебя в течение жизни, например, мучил, мучил, ты не нашел на него ответа. Он говорит, господи, всю жизнь я мучил вопрос, неужели секс без любви это грех? Он говорит, что вы все вноситесь с этим сексом? Все, что без любви грех. Занимаешься спортом? Делай это с удовольствием. Работаешь, работай с полной отдачей, не щадя себя. Прибираешь в доме, пылесосишь, не делай кислые щи. Пылесось с восхищением, удовольствием, смотри, как становится чище мир. Там, не знаю, родители потащили тебя за город, работать на грядке. Представь, что ты качаешь мышцы и тренируешь волю и характер. А, я не хочу, не хочу этим заниматься, чем хочу, не понятно. идет очень простая вещь. Есть коучи, это люди, о которых мы думаем. Поскольку коучи, коучи, это человек, который не привносит диалог ничего своего, но он очень хорошо является отражателем звука. Ты говоришь, что-то меня вся эта хрень парит. Он говорит, я слышу, ты сказала хрень. Почему ты сказала хрень? А что ты имела в виду? Как сказала хрень? Просто объясни, что я понял. Ну, там то, то, то. Правильно я понимаю, что больше всего тебя беспокоит, что в этой работе у тебя нет перспектив развития. Да, но это не все. А что еще? Ну, пожалуй, вот это. Могу я это записать? Да, вот это, вот это, вот это. А в какой работе это могло бы быть? Правильно. Ну, пожалуй, в такой. А в какой еще? А в какой еще? Все, все. А в какой из этих больше всего? Вот в этой. А почему ты думаешь так? Чем ты себя? Я в понедельник увольняюсь, во вторник я выхожу туда на работу. Все, я помогла тебе помогла, 16 тысяч рублей. Понимаете? Ну, вы знаете, это бесконечная история. Коуч всегда стоит меньше, чем стоят ваши страдания. Всегда меньше. И чем то время, которое вы проводите на нелюбимой работе с нелюбимыми людьми в нелюбимом месте и прочее. Это всегда дешевле. Лучше пойти в поликлинику к плохому лору с гайморитом, чем не пойти с гайморитом и умереть от менингита. В конечном итоге, там, воспалить себе все на свете. Лучше пойти к плохому коучу. Потому что даже плохой коуч все равно просто плохо отражает ваш звук, но он отражает ваш звук. У меня есть коуч. У меня есть. У меня всегда был коуч последние лет 15. У меня всегда есть коуч. Не каждый день. То есть, они менялись. Именно коуч. Менторов у меня нет. Коуч есть. Вы знаете, иногда полезно грохнуться. Полежать. Где вот этот низ? Подождать. Посмотреть, как ползет букашка по травинке. Звезда. Потом начать шевелить пальцами. Понять, что переломов нет. Понять, что разбита коленка. Извините, там фигня. Ну, остановиться, оглядеться, понять, что происходит на самом деле. И надо полезно уехать. Уехать где-нибудь, там, на 3-5 дней, сесть, да, и выйти из повседневной рутины, отключить телефон, посидеть, посмотреть, что происходит на самом деле. С чего начинать выправлять матрицу? Да. вариантов два. Первый вариант, с того показателя, который ближе к нулю. Вариант номер два, вариант номер два, с того, который на этом этапе жизни представляет большую ценность. Например, если по здоровью у вас 6, а по хобби у вас 4, не начинайте с хобби. Начинайте со здоровья, потому что вес здоровья в жизни больше, чем вес хобби. Если вы давненько не ходили на рыбалку с друзьями и там повздорили с мужем и не разговариваете третий день, то пофиг друзья как раз в этой ситуации, потому что значение семьи и отношений в вашей жизни все-таки вес гораздо больше, чем вес друзей. Если у вас все валится по деньгам и при этом у вас, там, вас не вполне удовлетворяет перспективы профессионального и личностного роста на рабочем месте, похрен работать, любыми способами зарабатывать деньги, если тебе нужно оплачивать учебу сына, его грозят там, на бюджет он не перевестись, не может, а его грозят из института выгнать, а теперь нечем платить. Кидайся на рынок торговать картошкой, пофиг, где платят, туда иди. Тут нужно кидаться на то, что имеет большую ценность на этом этапе жизни. Никогда нельзя допускать критических, нет, я бы сказал не критических, а необратимых вещей. Значит, у книги «Полное же» по замыслу первоначальному это было замыслом в процессе написания книги. Была такая идея, что книга будет написана, и в книге будет описана методика. Но детальная проработка каждого из этих пунктов все-таки хорошо бы делать со специалистом. Идеальные пропорции существуют только в теории. Все по десятке, это может быть в какой-то момент, или, например, вы получили какое-то радостное известие, и вы смотрите, да у меня же все по десятке. Но это на пике, как бы. А если как доктор садишься, а теперь в цифрах. Я бы сказал, что вот тут есть такой показатель, как пятерочка. Пятерочка. Нужно вообразить, что это колючая проволока под потоком 380 вольт. И вам нужно как угодно балансировать, изощряться, но не коснуться этой проволоки. Ни в чем. Ни в здоровье, ни в дружбе, ни в любви, ни в работе, ни в хобби, ни в благосостоянии. Не нырять в такой чудовищный минус. Это все... Это колючая проволока. Не трогать, не прикасаться. Это смертельно опасно. Балансируйте, как хотите. Изощривайтесь, не касаться, не опускаться. По здоровью. Представьте, нырнул на троечку. Ну что это такое? Сейчас скажу еще кое-что. Вот сюда сносочку сделаем. Как бы гиперссылка. Смотрите. У человека есть вертикальные связи. Родители, дети. Боссы, подчиненные. Есть горизонтальные связи. Кто это? Друзья, коллеги. Вертикальные связи. Значит, жена-комбинированная связь. Женой комбинированная связь. Есть патриархальные семьи, в которых муж главный, жена подчиненная. Есть семьи, где муж подкаблучник, и жена главная. По такой системе выставленной иерархии. Тогда, да, тогда это вертикальная связь. Но я против таких связей. Почему? Потому что вертикальные связи всегда напряженные. Ты в них несешь ответственность и за детей, и за родителей, и за подчиненных, и перед руководителем. Они напряженные. Долго жить в напряженных связях нельзя. Нужна разрядка. Разрядка происходит только в горизонтальных связях. С друзьями и коллегами. Корпоративочка, рыбалочка, панька, просто потрындеть, да, в пиво пиво пить. Это разрядка. Хорошо, когда с женой и с мужем отношения комбинированные, вертикально-горизонтальные. С женой жена и напрягает, и расслабляет. Муж и напрягает, и расслабляет. В зависимости от того, какой формат. Вы сейчас принимаете решение или вы отдыхаете. Правильно? Так вот, большинство людей находятся большую часть времени в напряженных связях, и им не хватает разрядки, им не хватает сброса этой энергии. Они накапливают это электростатическое напряжение, но не выпускают его. Они не могут понять, почему они лысеют, почему они теряют интерес к сексуальной жизни, они не понимают, почему у них тускнеют глаза, почему у них растет брюхо и так далее. Все потому, что избыток напряженных связей. Кстати, сюда можете поставить не только людей, но и дела. Работа. Хобби. Да, вот почему хобби должно обязательно быть. Хобби-то разрядка. Работа – это напряжение, это стимул, это тонус. Хобби-то разрядка. Деньги – это тоже напрягает. А здоровье не напрягает. Здоровьем занимаешься, ты отдыхаешь, полечился. Классно, чувствуешь себя хорошо. Разрядочка. Понимаете, вот эти вот все штуки. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. А теперь посмотрите. У меня два по десятке напряжения. И три объекта, меньше пяти, по расслаблению. А если учесть, что любовные отношения с родителями, детьми, женами, мужьями – это комбинированно напрягающее, расслабляющее, и мы здесь имеем ниже пяти показателей, то в такой матрице жить нельзя. Это распятие. Это крест. проблема заключается не в том, что у вас какие-то показатели на низком уровне. Проблема заключается в разнице между ними. Чтобы уменьшить разницу, нужно либо поднимать отстающие, либо резать выдающиеся. Это непопулярно, и это больно, но на это нужно пойти. Это невероятно важно. Люди совершают ошибку, они забывают, что они являются частью мета-системы. Они начинают выстраивать свою жизнь в отрыве от системы, частью которой они являются. Мужчина решил подтянуть спортивную форму и по утрам вставать на полчаса раньше и бегать по улице. Он полный намерений и решимости встает, надевает кроссовки и побежал. Но теперь давайте посмотрим, что происходит с мета-системой, частью которой он является. Поскольку мета-система привыкла к тому, что он утром дома, что он просыпается примерно синхронно со второй частью мета-системы, происходит следующее. Вторая часть мета-системы, жена открывает глаза, постель пуста и холодна. Это не всегда приятно женщине, как факт. Второе. Она приподнимается, и чашка кофе обычная, которую он приносит, ставит на тумбочку, когда она просыпается, ее нет. То есть нужно встать, надеть халат, спуститься, нажать кнопку кофе-машины. Невеликий труд, но все-таки это ломает систему. У него начинает что-то улучшаться, но в мета-системе он вносит диссонанс. Понимаете? Любые изменения в вашей жизни должны быть не то чтобы согласованы, но соотнесены с интересами другой стороны, которая на вас завязана. как шестеренки в механизме, должны совпасть, выпуклости, нужно договориться. А пойдем бегать по утрам вместе. Будем вставать на полчаса раньше, я буду приносить тебе кофеечек, мы будем тебя целовать, потом мы будем бежать, потом я буду мыть тебя в душе, потом ты меня, на работу не пойдем. Как тебе такой сценарий?